Что ж, тема — это дополнительные возможности поиска и анализа информации на платформе Web of Science. Думаю, что с содержанием вы уже ознакомились, но сейчас на первом слайде мы еще раз посмотрим на то, с чем будем сегодня работать. Мы начнем с обзора платформы. Посмотрим, какие вообще есть базы, которые размещаются на платформе Web of Science. Покажу, где вы сможете проверить, к чему у вас есть доступ, и напомню об операторах поиска, и уже затем мы перейдем к поиску по различным базам данных. Именно поэтому мы и начинаем с подробного обзора платформы, чтобы потом провести уже поиск по разным базам данных, которые у нас размещены. И уже после этого перейдем к возможностям расширенного поиска в новом интерфейсе и к поиску по пристатейной библиографии. Содержание платформы. Наш первый слайд. Помимо Web of Science Core Collection, которая находится в самом центре моей схемы, Ривейт делает еще несколько баз данных. Во-первых, это специализированные тематические базы типа BIOSIS и Zoological Record, которые также размещаются на платформе webofscience.com. Здесь вы можете найти информацию, например, по зоологии, по биологии, наукам, связанным с биологией и биомедициной. В еще двух базах, которые также поддерживает Clarivate, патентная база Derwent Innovation Index, можно найти информацию о патентах. И Data Citation Index – это база по данным экспериментов. Кроме этого, на платформе также есть несколько региональных указателей, региональных баз данных, в том числе Russian Science Citation Index. И у каждой организации в зависимости от подписки также будет доступ к различному количеству и региональных указателей тоже. То есть вы можете проверить, есть ли доступ к RSI, например. У всех, скорее всего, доступ к базе Sielo – это латиноамериканский указатель цитирования, где можно найти работу на, соответственно, испанском, португальском языках. Причем все они практически в открытом доступе находятся, кстати. Полные тексты имеются в виду. Так что с этим массивом тоже можно работать. И, наконец, специализированные базы наших партнеров – это базы типа FSA, Kabi, Midline, которые мы также размещаем у себя, но содержание которых готовят другие компании. Вот на минутку я остановлюсь на Russian Science Citation Index, потому что он, как мне кажется, для нашего региона является важной базой данных. Это журналы на русском языке. Это наш совместный проект вместе с компанией и лайбрери, который осуществляется при поддержке Российской Академии наук. Благодаря этому проекту на платформе Web of Science сейчас размещен Russian Science Citation Index, или русская полка на Web of Science. База данных составлена из ведущих журналов на русском языке. Отбором материала занимается и лайбрери при поддержке РАН. И сейчас у нас порядка восьми сотен журналов находятся в данной базе. Ну, то есть это журналы из ядра РИНС, фактически. Благодаря этой базе данных, конечно же, повышается видимость российской науки, и появляется возможность поиска информации на русском языке. Как мы знаем, основной язык поиска все-таки во всех базах – это английский. Но в региональных указателях есть возможность также искать материалы и на языке региона. Соответственно, на русском, на испанском, на китайском и так далее. Хорошо. Доступ к платформе предоставляется по ссылочке webofscience.com, организациям, которые имеют подписку, и удаленный доступ после процесса регистрации. Работать мы будем с новым интерфейсом. Напомню, что все могут перейти на него из старой оболочки. Мы так уже называем старый, как будто уже никто и не пользуется. На самом деле, конечно же, классический интерфейс будет существовать еще какое-то время, ориентировочно, наверное, до конца 2021 года, может быть, чуть меньше. И, конечно же, им можно продолжать пользоваться. Ну, просто, как нам кажется, новый интерфейс быстрее, поинтуитивнее, и поэтому, конечно, мы в основном все показываем именно в нем. Так вот, когда вы находитесь уже в новом интерфейсе, иногда возникают вопросы, а как все-таки вернуться в старый? Это можно сделать, зайдя вот в эту вкладочку My Apps и перейдя обратно в Web of Science Classic. То есть наравне с другими инструментами, другими ресурсами, которые есть в Web of Science, вы можете перейти и на классический интерфейс. Теперь пара слов о символах усечения. Это напомню и об операторах поиска, и после этого мы будем переходить уже непосредственно к примерам и к работе с платформой. Напомню, что основным символом усечения для тематических поисков является звездочка, которая заменяет любое количество символов или их отсутствие. Она может идти и в начале, и в конце слова, и действительно заменяет любое количество символов, что удобно, и особенно удобно в поисках на английском языке, когда мы можем таким образом одновременно искать и имговые формы, существительные и так далее. Символы доллара и знак вопроса – это те символы, которые используются в основном для поисков именно по фамилиям, а не по другим каким-то полям чаще всего. И о них мы более подробно говорим на вебинаре по поиску по автору, но тем не менее они нам везде всегда могут пригодиться. Логические операторы AND, OR и NOT – это классика. С помощью них мы можем объединять слова в своем поисковом запросе. По умолчанию они объединяются оператором AND, но мы можем прописать и другие операторы тоже, чтобы прийти к пересечению, к объединению или к исключению каких-то массивов данных. И еще один важный такой оператор, ну, помимо кавычек, да, кавычки мы тоже довольно часто проговариваем, это способ зафиксировать наше словосочетание, то есть чтобы те слова в нашем поисковом запросе, которые мы указали, были найдены именно в том порядке, именно в том написании, которое мы указали. Для этого кавычки используются. И, наконец, оператор NEAR, NEAR и SLASH X – это возможность задать расстояние между терминами. То есть те слова, которые мы ввели в своей поисковой строке, могут в итоге, да, в результатах находиться на самом деле довольно далеко друг от друга. Вот чтобы избежать таких случаев, как раз и нужен оператор NEAR, который задает расстояние между словами, например, NEAR и SLASH 3, тогда те слова, которые мы ввели в поисковый запрос, будут находиться не дальше, чем три слова друг от друга, то есть фактически либо в пределах одного предложения, либо на границе предложения, в общем, в очень узком контексте. И это увеличивает точность нашего поискового запроса. Ну, про оператор SEIM, я думаю, Павел говорил на вчерашних вебинарах по поиску по организации, потому что SEIM используется исключительно в поле «Адрес». Мы сегодня в меньшей степени заинтересованы в таких видах поиска. Что ж, хорошо. О, я думаю, сейчас самое время перейти к интерфейсу. Таким образом он у нас стал выглядеть после обновления. Вчера поздно вечером оно началось, вот мочу происходило. И, да нет, не такая сиреневая картинка, более фиолетовый цвет, более синий даже, наверное. Но это никак не повлияло на раскладку кнопок, страничек и так далее. То есть еще раз напоминаю, во вкладочке «Продукты» у нас переход на Web of Science Classic и на другие инструменты тоже, мы с вами будем заниматься поисками по различным базам данных. Во-первых, нужно показать, где вы можете посмотреть на список тех баз, которые доступны в организации. То есть вот здесь вот поиск «В», и мы выбираем из списка ту базу, которая нам нужна на данный момент. Мы можем выбирать как конкретную базу данных, так и поиск по всем базам данных, или «All Databases». В этом случае поиск осуществляется по всем тем данным, по всем тем базам, к которым есть доступ в вашей организации, то есть на которые есть подписка. Мы сейчас начнем с поиска по Core Collection для того, чтобы продемонстрировать, как будут меняться результаты в зависимости от того, какие базы данных мы выбираем. Итак, у нас в Web of Science Core Collection проведем поиск под полю темы, и здесь нас будет интересовать, давайте, например, генетически модифицированная продукция. Это сегодня у меня такая тема. Она удобна тем, что, конечно же, статьи по такой тематике будут входить не только в Core Collection, но и в тематические базы по пищевым системам, например, по биологии и так далее. Причем здесь же можно продемонстрировать и использование операторов поиска, потому что Genetically Modified Food или FUDS, как часто прописывают FUDS во множественном числе, все-таки далеко не единственный вариант, и нередко используется аббревиатура, также нередко используется такое вот сокращение, как GM Food. Мы используем... Я, конечно, написала не тот оператор, да, OR. То есть нас интересуют результаты, в которых будет либо один из представленных вариантов, либо два, либо все три. И проведем такой поисковый запрос. Те варианты, которые мы с вами находим, составляют 10 тысяч, порядка, 10 тысяч результатов. И мы уже с вами знаем, как работать с результатами такого поиска, да, как их анализировать. Сейчас я вернусь на предыдущую страничку. И проведу такой же поиск. Но уже по другим базам данных. Давайте сделаем выбор в пользу All Databases всех баз. Посмотрим, к чему это нас приведет. Кстати, обратите внимание, что при выборе различных баз данных будет меняться количество видов поиска, которые мы можем проводить, да. То есть, например, здесь пропадает поиск по автору, но остается расширенный поиск, да. Расширенный поиск будет доступен в любой базе данных, с какой бы мы ни работали. Хорошо. Проводим. Такой поиск и получаем, в общем, значительно больше результатов. Почти 45 тысяч статей и других типов документов. связанных это с тем, что, разумеется, какие-то базы будут пересекаться с Web of Science Core Collection частично, да, по своему содержанию. Но в специализированных базах данных есть и свой эксклюзивный контент, которому иначе вы доступа не получите. При этом мы с вами изначально можем посмотреть на те базы, из которых у нас появились результаты, и эти базы предпочтительные какие-то для себя отобрать, например. Да, это вполне можно сделать. Ну, либо оставить все, как есть. Хорошо. Теперь следующее. у нас с вами следующий момент, да, мы можем зайти, давайте соберем себе что-нибудь такое более актуальное. И теперь, если мы с вами зайдем на, в общем-то, любую фактически публикацию, то изначально, скорее всего, будем видеть привычный вид, если это запись из Web of Science Core Collection, но если она проиндексирована где-то еще, мы будем также видеть записи из других баз данных. Вот давайте сейчас какой-то более представительный пример посмотрим. я отсортирую результаты по количеству цитирований. на таком примере, наверное, будет поинтереснее, да. Сейчас объясню, почему. Потому что у нас здесь уже оказывается, что одна и та же статья есть в нескольких базах. Каждая из этих баз будет добавлять что-то полезное от себя. То есть если Core Collection такой более универсальный инструмент, то такие базы, как, например, BIOSIS или Midline или там Каби, они будут добавлять дополнительные поля. И если мы перейдем вот с той же самой публикации, да, вот в Core Collection у нас, конечно, будет очень подробно указана информация про фонды, да, про финансирование. Но если мы перейдем, например, в BIOSIS Citation Index, то здесь у нас помимо привычных нам уже полей появляются дополнительные данные, которые добавляются при индексации текстов. И в данном случае это и таксономические данные, и основные термины, коды, которые присваиваются также в публикации, если есть данные по химической структуре, также они сюда будут добавляться. И по географии, да, тоже бывают в некоторых статьях интересные заметки. Соответственно, если мы перейдем в запись той же статьи, но уже через Midline, то здесь будет своя специфика, свой фокус, и здесь уже появятся термины Mesh. Вот, также немного информации по химии, то есть, ну, и, естественно, информация о финансировании. То есть, да, основная идея, которую я хочу донести, это идея того, что если вы работаете с платформой Web of Science, в принципе, не обязательно совсем ограничивать себя именно работой. только Core Collection. И здесь какие-то другие базы, да, могут помочь найти вам дополнительные всякие вещи. Так, отлично. С этим, я думаю, мы с вами разобрались. И, кстати, на записях, когда мы делаем поиск по всем базам данных, у нас также появляется вот дополнительная информация по цитированию. All citations, да, see more. Какие-то из них будут из Core Collection, какие-то из других баз данных, да, вот из китайского, например, указателя. То есть, в этом плане информации получается немного больше. Ну, и по результатам тоже это видели. Короткий пример того же поиска, да, покажу в... Давайте в RSCI. Ну, просто приятно бывает посмотреть на поиск на русском языке на международной платформе. То есть здесь мы можем уже воспользоваться сокращением, например, да, ГМО. Я сейчас не буду подробно демонстрировать, но тем не менее. И у нас результаты уже будут на русском языке. Естественно, вся информация будет продублирована, русский и английский, и то, и другое. Но важно, что у нас здесь с вами данные такие тоже доступны. Так что, пожалуйста, пользуйтесь разными возможностями поиска, разными базами на платформе. Хорошо, следующий пункт нашей сегодняшней программы это возможности расширенного поиска. Для этого мы снова вернемся на первую страничку и посмотрим на... простите, сейчас... Посмотрим на те поля, которые... Вообще структуру расширенного поиска, как она сейчас реализована в новом интерфейсе Web of Science Core Collection. Значит, переход. Что мы с вами будем наблюдать? Ну, мы будем видеть, где поиск проводится, в какой базе. И мы также будем с вами видеть стандартную строчку для поискового запроса, как мы ее видим на основной страничке. Это возможность выбора тех полей, которые туда вынесены, и работа уже с самой поисковой строкой. Также у нас есть основное поле, в котором будет формироваться наш поисковый запрос. И история наших сегодняшних с вами поисков. Ну, история у нас пока небогатая, да, то есть фактически один поисковый запрос просто в разных базах данных. Мы никак практически его с вами не модифицировали. В Core Collection точно уже. Но, тем не менее, мы можем его использовать. Например, да, таким образом. Мы можем сказать, что мы хотим продолжить работу с этим массивом. Нажимаем на кнопку Add to Search. Будем работать с теми публикациями, которые соответствуют поиску по ГМО. И будем в этот запрос добавлять еще какие-то поля, например. Ну, вот в частности, мы можем воспользоваться подсказками. Так же, как и в старом интерфейсе, они у нас присутствуют. Вот, в Core Collection есть больше полей поиска, чем выведено в основной список. Да, все они представлены вот здесь, вот в расширенном поиске, во вкладочке Tags. И вы можете выбирать любую вам интересную строчку. И, например, да, то есть чего нет в списке в основном. Эта страна... Мы говорим, например, End. Работать мы будем следующим образом. Сначала мы вводим название тега, пишем равно. Говорим, например, Россия. Или Казахстан. Украина. То есть мы хотим исследовать работу по этой теме с аффиляциями в указанных странах. Причем, обратите внимание, мы можем комбинировать и номер поискового запроса, и поле с тегом, и перечислять через операторы в данном случае страны. То есть здесь на самом деле у нас поле для творчества очень такое большое. Вот мы можем даже добавить сюда какое-то дополнительное поле, ну не знаю, например, с аффиляцией, да, и писать, что вот... Ну, сейчас это не имеет смысла, да, конечно, потому что мы все-таки на уровне стран хотим посмотреть. Но тем не менее, да, можем, например, добавить аффиляцию или какую-то из категорий. Ну, еще посмотрим на другом примере, как это сделать. Посмотрим на результаты. И у нас результаты теперь уже модифицированы согласно нашему поисковому запросу. Мы можем его продолжать менять, да, то есть нажав просто на строчку с поисковым запросом и рассматривать, например, поменять список стран, почему нет, или там убрать номер запроса, ввести какие-то слова. Это вполне допустимо. Мы также можем вернуться к нашему изначальному поиску, да, и работать уже с изменениями здесь. То есть вот у нас уже появилась, появилась наша вторая итерация, да, с поискового запроса. Это тоже все у нас на глазах будет происходить. Возможно, мы можем почистить поисковый запрос и поискать что-то по категориям. Да, вот веб-of-science-категории, как мне кажется, все равно удобнее пока с ними работать именно через вот это поле, не через CWC равно. Сейчас вы поймете, почему. потому что нет пока, по крайней мере, четкого каталога, откуда мы можем скопировать название точной категории. А вот если мы воспользуемся полем веб-of-science-категории и начнем вводить название категории, то мы обнаружим, что вот у нас есть водная экономика. Добавили, да, например, такое поле в наш запрос. Вот он, добавилось. Или там финансы и кредит. Финансы – это бизнес. Бизнес-файненс. Таким говорим так. Хорошо, через оператор end я прошу добавить вот этот поисковый запрос в тот, который у меня формируется. Говорим, так, вот они у нас появились. Да, можем уже сейчас провести такой поиск. Либо добавить другие поля, как я вам показывала в предыдущем примере. Либо добавить что-то из предыдущих поисков. То есть это тоже доступно. Также хотелось бы обратить ваше внимание на то, что у нас здесь есть и возможность заменить поисковый запрос. запрос, причем мы его можем подкорректировать и сохранить под тем же номером 2, а можем подкорректировать и сохранить как новый запрос. То есть мы говорим так, ладно, предположим, Россию отсюда убираем. Вот хочу так, хочу новый сет. У меня появляется новый сет результатов, и здесь у нас 13 штучек. А также рядом с цифрами здесь расположено такое троеточие, которое нам может либо убрать какие-то вещи. Если же у нас такой поисковый запрос еще общего характера, не усеченный всякими интересными вещами из расширенного поиска, то мы можем также создать по нему оповещения. Ну вот я сейчас зайду в нашу предыдущую страничку. Здесь вы тоже, в общем-то, можете... Да, кстати, здесь вы можете все анализировать так же, как мы и привыкли делать, да, через анализ результатов, через отчет по цитированию. То есть здесь все будет в порядке. И после обновления сегодняшнего, да, будем считать, что сегодня оно завершилось, в анализ результатов была добавлена опция экспорта полного отчета, экспорт full report, и вы теперь можете анализ, точнее, отчет по цитированию, вы можете скачивать в табличных, например, данных, в табличном виде, как это и раньше можно было сделать. Через Excel до тысячи строк одновременно может быть обработано. Да, то есть если это какие-то более масштабные отчеты, то тогда нужно будет отдельно делать запросы. То есть первую тысячу, потом следующую тысячу и так далее. И тоже не знаю, обратила ли я ваше внимание, пока, наверное, нет, на то, что можно сейчас настраивать оповещение по конкретной статье. Вот появилась, да, активная кнопочка Create Citation Alert. То есть если вы, например, опубликовали что-то, да, какую-то новую свою статью, и хотите узнавать, когда появятся ссылки на эту самую статью, то вы вполне можете это сделать, найдя ее, да, и настроив оповещение. Вам будет приходить отбивочка на электронную почту. Так, хорошо. Следующий момент. который мы сегодня с вами собирались обсудить, это работа с пристатейной библиографией, да, помимо проширенного поиска и помимо поиска по различным базам данных, вот мы еще хотели посмотреть, как работает Cited Reference Search, так называемый, или поиск по пристатейной библиографии. Что это за вид поиска, почему он отдельно вынесен? Это поиск по как раз той пристатейной литературе, по тем ссылкам, которые авторы указывают в своих работах. В данном случае это огромный массив данных, да, на таких базовых семинарах я показываю общую статистику того, что сейчас индексируется в Core Collection, так вот, если мы говорим именно о пристатейной библиографии, то это уже порядка двух миллиардов записей, поменьше чуть-чуть. И с этим массивом можно работать. Плюс такого поиска заключается в том, что мы можем найти работы, которые никогда не могут быть проиндексированы сами по себе в Web of Science. то есть это какие-то первоисточники, законы, художественная литература или просто любая литература, художественные произведения, какие-то отчеты, книги и так далее. Если такая статистика вас интересует, такие поиски вас интересуют, то вы вполне можете это сделать, можете это все провести. еще один повод обратиться к сайту Reference Search, это поиск того, насколько уже цитируются ваши статьи, которые все еще не проиндексированы в Core Collection. Ну, как все еще, да, просто не проиндексированы в Core Collection. И здесь вы увидите, да, что несмотря на то, что статья в самой базе не индексируется, на нее ссылочки есть. Это бывает очень приятно и полезно и вообще вдохновляет на более трепетное отношение к своим публикациям. То же самое можно сказать и у журнала. То есть, если журнал еще не входит в Web of Science Core Collection, но планирует это сделать, планирует подать заявку, в этом случае также любопытно узнать, обращается ли уже кто-то к этому журналу или пока еще нет, он не очень известен за пределами региона или там университета. Вот, так что поводов обратиться к Cited Reference Search довольно много. Полин здесь для поиска у нас как раз будет довольно ограниченное количество. То есть, в основном это поиск, это поиск по имени автора и по названию работы, названию публикации. Здесь выбираем, Cited Work и, в общем-то, все. Там, название журнала или название книги. также есть поле Cited Title. Вот, поле Cited Title, пожалуйста, не путайте с Cited Work. Title – это именно название статьи, например, внутри какого-то сборника. То есть, если проводится поиск на таком уровне, то тогда, да, тогда стоит использовать его. В противном случае, полем для поиска будет Cited Work. уже четкое указание на годы или на выпуски, но это, мне кажется, менее все-таки востребованные с поля по сравнению с теми, которые я уже указала. Хорошо. сегодня показываю поиск на примере «Войны и мир» Толстого. Введем фамилию. Мы можем ввести, конечно, ее полностью, так как мы себе ее представляем и так как она типично транслитерируется, но мы не можем исключать тех случаев, когда, возможно, будет другая транслитерация, поэтому все-таки надежнее будет использовать знак вопроса в конце. То есть мы знаем, что какая-то буква будет, мы просто пока не знаем, какая. И вероятность того, что будут какие-то другие авторы, особенно после того, как мы введем название работы, она прям минимальная. Но в всякий случай могу поставить инициал. Что касается названия работы, я введу только, наверное, первое слово, поставлю всякий случай звездочку, чтобы обозначить, что это не единственное слово в названии. и это нам позволит опять-таки найти максимальное количество вариантов. Вообще, когда вы пользуетесь поиском по пристатейной литературе, в поле процитированная работа я бы рекомендовала использовать именно самые ключевые термины, что-то, что делает название уникальным. Может быть, даже не все название указывать, потому что довольно часто при индексации данные сокращаются, и слова сокращаются, и какие-то предлоги, например, выкидываются. Поэтому надежнее всего использовать вот такой подход. Итак, В результатах у нас получилось 304 ссылки. причем можете обратить внимание на то, что некоторые издания цитируются не по разу, то есть издание 96-го года как минимум 7 раз было процитировано, может быть, даже больше. Поэтому в итоге именно цитирующих статей у нас с вами будет еще больше, чем строчек вот в этих результатах. Анализировать дальше, более подробно, просматривать, кто же все-таки, в каких статьях была упомянута война и мир. Мы можем либо выбрать какие-то отдельные строки, какие-то отдельные издания, например, либо, например, целую страничку. Это тоже возможно. Просто вот этот верхний квадратик нажимаем, у нас выделяются все остальные квадратики тоже на этой страничке. Вот мы выделили 10 из представленных тут. Либо, если нам нужно проанализировать весь массив, можем нажать на стрелку, выбрать все, то есть максимальное количество, и у нас с вами получится уже список из всех публикаций, вот они 304 из 304 выделены. и теперь мы можем с вами посмотреть результат. В принципе, мы можем экспортировать эти данные, то есть тут не так много на самом деле вариантов, но тем не менее в Excel мы их тоже можем передать. И просмотр результатов более, наверное, интересно. 930 вот у нас в итоге получилось записи целых. Вот, и уже здесь мы можем смотреть, например, по годам, есть ли какие-то тренды по периодам, может быть, не знаю, 80-е цитировали, а потом перестали, но нет, можем наблюдать, что, в общем, картинка довольно стабильная, ну и сейчас даже есть некоторый рост, просто потому что ну вообще в принципе публикации, конечно, больше, чем 70-е, что уж там. Можем посмотреть, в каких категориях это происходит. Здесь удобнее, как мне кажется, делать это через анализ результатов, что визуально гораздо лучше для восприятия. Значит, Web of Science categories. тоже по категориям смотрим. Не только литература, но и история, философия, другие направления, международные отношения, политические науки. Мы довольно часто ссылаются на Льва Николаевича в таких документах тоже. По, например, странам, да, интересные тоже результаты или по языкам. То есть это далеко не только Россия, вообще даже не совсем наш регион, прямо скажем, да, многие ученые из других стран видимо исследуют творчество, либо используют статки какие-то в своих документах. Ну и по языкам. Скорее всего, это будет английский и минимальное количество на других языках. вернемся к предыдущей страничке. То есть подытожим, да, поиск такой пристатейной библиографии позволяет нам проникнуть вглубь основ фактически того, на чем построены работы в Web of Science Core Collection и проводить поиск среди таких публикаций, которые либо просто физически не могут никак попасть в Core Collection, такие как именно по типам документов, типа отчетов, как я говорила, и прочее, или что-то, что было написано, например, я не знаю, в начале 20 века, да, или там в конце 19 века, что-то по инженерному делу или еще по каким-то направлениям, что, разумеется, в основную составку в Core Collection не входит. Что ж, это практически все. Я увидела вопрос в чате, промелькнул про разницу между Web of Science Categories и SU, да, Subject Area, почему у нас две вот здесь строки представлены. Это как раз очень хороший вопрос, и он очень хорошо вписывается в контекст нашей сегодняшней темы. Дело в том, что, как мы уже обсудили, в Web of Science на платформе есть много баз. В каждой базе есть своя категоризация. Вот Subject Area это довольно широкая категоризация, ну, типа там просто сельское хозяйство и все, больше ничего, которая будет характерна для разных баз, присутствующих на платформе. А Web of Science Category это те категории, которые присваиваются исключительно в Web of Science Core Collection, только там. и я бы хотела сейчас вернуться к одному из слайдов. Мы на самом деле не посмотрели на него, как собой. Я оставляю именно на этом слайде, да, у меня есть ссылочка на документ, сейчас мы слайд, где как раз есть ссылка на полный список категорий Web of Science Core Collection, где вы их можете использовать через в своих поисковых запросах. Вот. Одно направление только для Core Collection, Subject Area для различных баз на платформе. На этом я буду завершать основную часть. Спасибо большое.